МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все задачи, выполненные в Жлобинском районе, сегодня завершились в учении войсков территориальной обороны. Наши корреспонденты наведали командный пункт и объекты, которые на протягу 18 дней находились под оховой удельников сборов. В учении особенных подразделений войсков территориальной обороны проводятся регулярно, в ответственности с загадя распространенными планами. В мае этого года формирования разгортывались на территории Кобринского и Лицкого районов, сейчас – Жлобинского. Данный учебный сбор и командно-штабное учение планировалось еще в 2021 году, накануне нового учебного года, 2021-2022 года. Естественно, мы готовились к этому. Надо отдать должное местным органам власти. Это Жлобинский райисполком, военный комиссариат Жлобинского района, которые провели большую подготовительную работу и отбор военнообязанных. Одна задача учения в Жлобинском районе – отпрацовка суместных деяний войсков территориальной обороны, силовых структур, воротовальников и работников медицинских установ. С 28 червеня под охову взяты важные для житедеятельности региона объекты, дороги и мосты. В опущний день учения на сборы прозвали старшиню выконавших комитетов. Виновата, яны узначаливают территориальную оборону у своих районах. Керовников знакомят с оперативной обстановкой и демонструют работу штабного пункта. Готовность номер один тут заховывается завсёды. Офицеры повинны у любой момент заступить на службу и принимать конкретные решения по организации обороны. На 18 днём Жлобинский район стал территорией, где отпрацовывались максимально наближенные до реальной ситуации военные задачи. Отрабатываются не только теоретические занятия, но и практические. Причём практические занятия взаимодействия со всеми. И с органами внутренних дел, ОМОН, территориальные войска. И все задействованы в одной связке. Вот такая отработка, она и позволяет потом при каких-то ситуациях нештатных, территориальным войскам, то есть обороне, выполнить свою функцию на отлично. У войска территориальной обороны Беларуси коля 120 тысяч человек. Их комплектование проводится с годных до военной службы ЖХРУ от победных администрационных территорий. Поставленные задачи для территориальной обороны выполнены в полном объёме. Личный состав отработал с должным пониманием задач тех, которые были определены. Это в основной массе не профессионалы. Они были настроены позитивно, были настроены положительно. И ещё раз подчеркну, я хотел бы выразить, конечно, огромное спасибо тем гражданам, которые выполнили свой долг своевременно и качественно. На час учения у его удельников разместили у одной из научальных установ Жлобина. Зараз их чекает опошнее построение с подведением выников и отъезд до дому. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Сегодня в Беларуси началась выдача сертификатов централизованного тестирования. Засим худко в Украине начнется уступная кампания. Для учарашних школьников это поддель за все дыхвалючая. Но есть и те, кто за всем не переживает. Владислав Лашкин набрал 100 баллов сразу по двух предметах. Как хлопцу удалось добиться такого высокого выника, глядите в сюжете Жанны Мининой. 100 баллов на ЦТ по математике и беларуской мове. Золотая медаль и 100 баллов о тестации. Вот выник, с которым выпускник Владислав Лашкин скончил Гомельский областный лицей. Крыг у них опила до абсолютного максимума только по физике. Юнак набрал 98 баллов. Владислав признается, у себя вето у них опила крыху часа. Напереде уступная кампания, а лет час в учебу у лицея хлопчик вспоминает. Я каждый день вставал в лицей с радостью, потому что эта атмосфера, она благоприятствовала учебе, и я был действительно счастлив. Родители меня никогда не заставляли учиться. Я все делал домашние задания самостоятельно, уже начиная с четвертого класса. И даже вот не было такого, что сделали ты, Влад, домашнее задание. Я все, ну, сам себя контролировал. В учебу у лицея скончилось, и напереде новый этап у жити. На протягу сягу этого шляха у Владислава подрымливали батьки. Менавито для их таки высокий выник сына стал самой головной узнагородой. Испытывала, конечно же, волнение, переживала за сына и так далее. Но каким бы ни был результат, он, я знала, что был высоким достаточно. Поэтому все мои волнения, конечно же, оправдались вот этими вот наградами его. Ну и, конечно же, гордость за своего сына. Батька юнока признается, сын с детинства был самостоянный. За все дотягнулся, доведал и любил учиться. Успоминаючи детячие годы, Владислава батька каже, хлопец николе не шкодничал. Тому и методы выхования были простые. Любовь, забота, вот методы. Мы его не наказывали, его даже как будто не было, за что наказывать. Был послушный у нас. Учим секрет такого поспеху в учебе, спытались у мати Владислава. Нужно, наверное, любить своих детей, доверять им и хвалить почаще, наверное. Говорить, что мы их любим. И тогда, наверное, будет результат. Никаких секретов. Процовитость, талиновитость и жадание шмат в учиться. Наставник математики Владислава Наталья Тимошенко за свою карьеру выпустила 500 балльников. То, и что хлопчик добьется высоких выника, каже, было зрозумело одразу. Владислав талантливый парень. Пришел он к нам в Гомельский государственный областной лицей и сдал вступительные испытания уже достаточно на высокие баллы. Поэтому сразу было понятно, что он талантлив. Первые самостоятельные работы тоже об этом говорили. Но тем не менее, он не отказался ни от факультативов по математике. Он посещал все уроки по математике, курсы по математике. Хлопчика вельми привабливают докладные навуки. Я еще у школы, я наведула усе факультативы по математице и физице. Тому свою будущую профессию вырешула связать минавито с гетами дисциплинами. Я собираюсь поступать в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на специальность программное обеспечение информационных технологий. Хочу свою жизнь связать с программированием. Потому что во время учебы мне больше всего нравилась также и информатика. Работа с компьютерами мне тоже очень нравится. Высокий выник открывает для Владислава Лашкина великие перспективы. Напередя в учебу в университете, а Лена Вадзарас, можно с упыненностью сказать. Дякуючу своим ведам и характеру, он обовязково добьется успеху. Жанна Минина, Сергей Камко, телерадио Компания Гомель. Чакали рамонта, отрымали потоп. Для ЖХРУ Гомельской и Пятиповерховки по адресе проспект Кострычника 37 непыхать вылилась увялизную проблему. У доме уже некольки месяцев и декапитальный рамонт даху. Але проливные дожди вмешались в процесс. И окажуть, нечто пошло не так. Что минавито, доведылась Ирина Дробышевская. Господиня Двушки Волиха только что вытерла воду с подлоги, зараз обтирая слезы и подличивая страты. Делали недавно ремонт, и вот что получилось. Капремонт, все уничтожилось. Крыша течет, обои повреждены, чернота по кругу. Замкнуло электричество, сняли люстру. Света нет с субботы у нас. Столько денег вложено, столько труда. И все так просто на смарку. У этой мокрой истории потерпели наибольшь жихары верхнего поверха. Вот я ведер 100 вот таких тазиков вылила в этот туалет. Пенсионерка Галина Яфремовна некольки ночей провела в дежурном режиме. Замест сну, кажа, до ранницы доводится выливать ведра из водой. Вот с тазиком хожу и подставляю, где течет. И так целый день ходит, с одной комнаты в другую. Вот уже летит и глина сверху, видите. Вось уже некольки дзен жихары гэтага дома змагаются со стыхеей. От проливного дождю, тячай дах, и он уже некольки месяцев на капитальном ремонте. Але не пагать унесла свои коррективы. Дождь, як назло, не спыняется. Вода добралась навод и до проводки. Зразумело, отбылось замыкание. Электричность у некоторых квартирах пришлось отключить. Звычайный уклад життя порушены. Горы жихары подлишивают страты. А яны растут с кожным днем. Я ремонтом совершенно недовольна. Я знаю, это халатное отношение. Я не хочу жить. Я говорила, я говорю, лучше бы померзнуть, чем этот тревог. Начиная с пол первого ночи, когда пошел дождь, интенсивность такая была, что ведро заполнялось за 2-3 минуты. Мы сегодня вызывали по телефону 115 аварийного ЖКХ. Он приехал, развел руками, ничего не смог сделать. Ждите строителей. Будовники ж частково свою вину признали. Говорить, от таких мокрых здареньев ни водный специалист не застрахованный. Упевненные, что подмочила им репутацию, ненавито конструкция старого даху. Дома уже некольки десятков годов старые технологии оказались ненадейными. Протечки – это частая проблема при проведении комплекса работ, который предусматривает смену покрытия полностью. Течет, потому что не выполнена та часть кровли. Из-за того, что плиты лежат с контруклоном, вода на той части кровли не отходит. Она собирается. То есть, пока мы не выполним весь комплекс по всей площади кровли работы. Доля вины на нашем предприятии есть. Мы ее признаем. Готовы возместить либо денежные затраты жильцов, которые будут понесены на восстановление их квартир, либо провести комплекс работ по восстановлению отделки квартир. Работы на даху протягиваются навыту дождь, говорят будовники. Спынить опадки специалистов я дома не в силах, а вот спынить потоп я не обещаю. Кажут, нарушение задачи им треба коля двух дней. Ирина Драбышевская, Игорь Марышенко, Ялген Макеенко, Толярюда компания «Вомель». Дорога до святыня у объедновывая регионы. Международная навыково-осветницкая экспедиция отбудется у Беларуси 29-й раз. Почнется и на 31-го жнивня у Минску и завершится 4-го века снял добрыши подчас святкованья Дня беларусского письменства. Старт пятензенной экспедиции будет даден у Свято-Духовым кафедральным соборы. Тут заховывается благодатный огонь от гроба Господняга. Лампаду с им, а так само отсудотворную за горы и столовицкую икону покрова Просвятой Богородицы, верники пронесут по шляху своего паломництва. Огульная протяглась маршруту свыше тысячи километров. И он проходит про с территории Минской, Туровской и Гомельской епархий и включая 7 районов нашей в области. Их у складе экспедиции наведают деятши культуры, навуки и литературы, представники громадскости. Как с Туровосио хоть селит не маршрут, просто с Белорусской православной церкви попросили назвы населенных пунктов, у яких мы были. Ну, как, отповедно, вычлениться районы, у яких мы аж еще не были. И я взразумел, коли склау гэты доведку, что мы в некем сенсии покрыл дзяли Гомель, потому что выявился, что мы фактично тут, у всех населенных пунктов этого маршрута, пройдем у першыню. У Кармянским, у Черчерским, у Добрышским. Мы не были в Кармянске, одним из первых. Мы не были здесь. То есть мы в этот куток в уголе не закоронули. Отповедно, вымолялось о сопроводить цикавый маршрут, который целиком в этом году пролягает про Згомельщину. Подчас экспедиции у дзельники проведут духовно-осветницкие встречи с мясцовыми жихарами. Палаточный городок, оказание первой допомоги, проходжение туристичной полосы. На базе специализованного лицея МНС стартовал республиканский полевый лагерь «Воротовальник». У дзельники на протягу четырех дзен отпрацовывают навыки безопасности житедейности. Лагерь заусед имел вялизную популярность род молоди. Трапить на республиканский этап задача неспростых. Необходно спочатку продемонстровать свои левшие навыки и творческие сдольности на региональных отборах. По традиции представлено восемь команд. С каждой в области города Минска, так само лицея МНС. У составе по десять человек. Як и за усёд, организаторы подъехтовали вельми цікавую программу. Такие мероприятия – это хорошая площадка для общения детей и взрослых. Обмен опытом. Не в теории, а на практике отработать навыки правильного поведения в любой чрезвычайной ситуации. Республиканский полевый лагерь «Воротовальник» проходит у семнадцатый раз и одиннадцатый на Гомельской земли. Мазырский стрит-арт-фестиваль. В ближайший час у города заявятся десять муралов. Толиновитые мостаки из разных городов Беларуси поспробовали осенсовать мясцовые истории и фольклор, как натхнуть и сдевить мазыран. Реализуется проект волонтерами белорусской мостатской суполки и городской легендой. Локации для объектов объединены у прогулочный маршрут. В рамках этого фестиваля приглашены десять художников, как из города Мозыря, так и из других городов. Основная тема их эскиза – это история, культура, природные достопримечательности наши, мифология. В настоящее время ими разработано десять эскизов. Эти эскизы должны будут реализовываться на стенах города Мозыря. В основном это сооружение малой формы, тепловые пункты. Но также будет одно из изображений размещено на пятиэтажном жилом доме и опорах моста. Спробы такого розпису на стенах Мозыря уже были. Ранее был реализованный сумесный проект супольностей, городские мифы и одного из банков. На шмат по верховым жилым будинку тогда появились летутенники. Член Совета Республики и Национального схода Республики Беларусь Феликс Яшков на наступном тыдне проведет особистый прием грамадян. И он отбудется 19 липеня с 14 до 15 годин. Прием будет проходить по адресе город Гомель, улица Интернациональная, 30. По передней записи ожитивляется что день с 9 до 13 и с 14 до 18 годин. Номер телефона 8 0232 79 20 60. Спортивный гонор предприемства. Холдингом Сильмаш провел турнир сярод своих работников по константиновским турнику. Удельникам треба было, как мога даужей, провисеть на перокладине, якая крутится. Те достатково одной хвилины, доведалися наши корреспонденты. Здесь, в спортивном зале стадиона Гомель Сильмаш, холдинг ищет лучших атлетов. Главное отличие константиновского турника от привычного всем заключается в подшипниках, которые в нем установлены. Благодаря им перекладина становится подвижной и прокручивается в руке атлета, что сильно усложняет задачу. На своем примере хочу показать, как это круто и здорово. Всегда хотел попробовать, первый раз делаю. Сразу чувствую напряжение в руках, нужно контролировать все части тела. Провисеть даже две минуты на таком турнике – задача не из простых и потребует незаурядной силы и выносливости. Лучшие из сегодняшних конкурсантов будут отстаивать спортивную честь холдинга в этой же дисциплине на грядущем туристическом слете. Победителей ожидают призы. Три призовых места получат материальное поощрение от правкома и также от меня лично получат каждый по снаряду, который будет укреплять силу хвата. Сила хвата для мужчины всегда в быту приходится, потому что рукопожатие, принести пакет из магазина – это самое необходимое. Результаты замеряет самый сильный человек Гомеля – работник завода «Лития и нормалей» Иван Дусинок. Мужчина много лет занимается спортом и с уверенностью может сказать – все, что выше минуты – уже неплохой результат. Многие из сегодняшних конкурсантов пробовали себя в этой дисциплине впервые, хотя и все из собравшихся – действующие или бывшие атлеты. По школе я занимался вольной борьбой. Так занимался. В печалку ходил там кое-какую, студенческую. А так особо никогда ничем не занимался. Решил попробовать что-то новое для себя открыть. Я думал, что это намного тяжелее. Единственный нюанс в том, что начинаются отниматься пальцы с непривычки и все. Лучшими результатами соревнования стали минута 59 и минута 44. Хорошие показатели. Так что можно быть уверенным, что на грядущем состязании сельмашевцы дадут достойный отпор соперникам. Станислав Троинский, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». А зараз до новинок «Гульни» удачи в придачу с Евроопт. Пятого июля в 168-м туре игры «Удачи в придачу» мы разыграли крупные денежные выигрыши. 30, 40, 50 тысяч рублей. Новенький автомобиль. Квартиру в Минске, как же без нее и внимание. 10, 13 айфонов и еще 10 тысяч других денежных призов. Если вы покупаете товар удачи, значит вам точно повезет. Лето в самом разгаре, столбики термометров иногда даже зашкаливают. Добавил «Градус» и Евроопт, который приготовил крупнейший призовой фонд с марта 2022 года. Главный приз, шикарную квартиру за рекордные 210 тысяч рублей помог разыграть директор белорусского государственного цирка Владимир Шабан. Я очень рад, что есть такая передача, есть такая игра, где все-таки можно выиграть и по-настоящему выиграть. Я вам честно скажу, я вот третий раз уже приглашен сюда. И я вам всем могу с откровенностью сказать, это все по-настоящему. Все по-настоящему. Столичную прописку и новую недвижимость получила Елена Микульчик из Логойска. Буквально вот несколько мгновений тому, вы стали обладательницей новенькой квартиры в центре Минска. Планирует ли наша победительница Елена Микульчик переезжать из города Спутник в город Минск? Прямо сейчас и узнаем, ведь она выиграла квартиру в Минске. Пошли. Каждый поход в магазин Евроопт у Елены не обходится без счастливых товаров. А недавно девушка еще и установила приложение для учета и мониторинга своих игровых кодов. Я установила специальное приложение вот совсем недавно. Кстати, может быть у меня раньше... Ну раньше почему мне не везло? У меня же приложение не стояло. Да, да. У меня не было приложения, а теперь я поставила приложение. Вот буквально, может, недели две назад. Елена всегда надеялась на выигрыш и старалась не пропускать эфиры игры. Но именно 5 июля победительница решила отдохнуть на природе без телевизора и телефона. Верить. Верить в удачу, да. Что обязательно сбудется все, о чем мечтается. Вот вы говорите, верить, верить. Но я же вижу по глазам, вы иногда хотели выиграть, а не выигрывали и отчаивались. Вот было такое. Ну что я покупаю? Но я всегда была рада за тех, кто выигрывает. Вот если честно, мы всегда смотрим, но сегодня как-то не смотрели. Ключи и документы от новой квартиры уже в руках у победительницы. Елена Евгеньевна, квартира в Минске, вы у нас в студии. Ура! Ура! Артем, ура! Наконец ты станешь настоящим минчанином, говорит. Артем мне признался тогда. Устал, говорит, в Логойске. Хочу в столицу, в большую квартиру. Сейчас победительнице предстоят приятные хлопоты, ремонт и переезд в столицу. Ремонт. Ну, для начала нужно взять, привезти сюда кресло, которому не хватает места у нас в доме. Да. Вот, круглое. Взять чашечку чая, посмотреть в окно, ну и нарисовать проект. Да. 5 июля определился и счастливый обладатель автомобиля Джили Колрей. Уже через несколько дней первый тест-драйв нового кроссовера ожидает Ольгу Чабровскую из Пинска. Вообще я выиграла уже десятый раз. Это мой юбилейный десятый выигрыш. Ребята записали десятый раз. Пять раз по пять рублей и пять раз по десять. Да, было и десять, и тридцать рублей. Ух ты ж. А это мой десятый. Вы человек с опытом. 30 тысяч рублей достались Али Медведской из Витебска. Кстати, эта победа стала досрочной. У победительницы было так много игровых кодов, что уже после шестой цифры из семи на экране осталось только ее имя. Это очень давно еще, по самому началу. Так. Полтора миллиона. Полторы тысячи это где-то на сегодняшний день? Нет, на сегодняшний день это 150 рублей. Ну все равно тогда-то это было, ого, полтора миллиона. Да. Ну чья-то зарплата, например, да? Да, да. Ну вы человек теперь получается с опытом. Да. 40 тысяч рублей выиграла минчанка Светлана Тропашко. Пали товар удачи на автомате, вот там что там обычно? Шоколадка, печенье? Нет, шоколадка, печенье, наверное, нет. В последнее время, наверное, квас был. Потому что это сезон и это жарко. Квас привел к выигрышу вас. Еще одной жительнице столицы 5 июля улыбнулась удача. 50 тысяч рублей отправились к Валентине Рябинской. 50 тысяч для вас, ну это большие же деньги? Конечно. Как будете тратить? Ой, я на такую сумму не рассчитывала никогда. Подожди, я говорю, такую сумму не рассчитывала никогда. То есть вы не знаете, как потратить 50 тысяч? Ну найдется. Были бы деньги. Также 5 июля 10 покупателей торговой сети Еврооп стали обладателями модных смартфонов iPhone 13. На них претендовали и те, кто неравнодушен к газированным напиткам. За покупку товаров удачи торговых марок Pepsi, Chills, Лицкий квас и Динамит начислялись специальные игровые коды. А уже 5 августа состоится розыгрыш призов 169-го тура игры. У каждого из вас есть шанс выиграть квартиру в жилом комплексе «Минский квартал». Крупные денежные суммы 50, 40 и 30 тысяч рублей. Автомобиль Audi A4 и еще 10 тысяч других призов. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Жанна Минина. Здравствуйте. В Мозере водитель не уступил дорогу и пострадал в ДТП. Примерно в 12.30 21-летний молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по улице Бульвар Дружбы в направлении улицы Ульяновской. При выезде со второстепенной дороги и повороте налево не предоставил преимущества и врезался в автомобиль Volkswagen Polo. За рулем находился 40-летний мужчина, который ехал по главной дороге. В результате ДТП первый водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу. Трое жителей Костюковки расплатились за спиртные продукты чужой карточкой. 63-летняя пенсионерка пришла к банкомату снять наличные. В спешке забыла забрать карту. Чем воспользовалась женщина, которая стояла за ней в очереди. Встретив друзей, предложила им потратить деньги. Мужчины согласились. Несколько раз им удалось расплатиться за спиртные продукты. После застолья 44-летняя горожанка попросила отдать карту, но друзья отказали. Женщине это не понравилось и она обратилась в милицию, заявив, что нашла карту, хотела вернуть, но ее забрали двое местных жителей. Имущество вернули хозяйки, но та заявила, что денег на карте не хватает. Оперативники железнодорожного РУВД Гомеля установили личности, причастных к преступлению. В отношении всей троицы возбуждено уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Житель Будокошелева хранил 80 литров спирта. Оперативники проверили его по месту жительства. В сарае у мужчины обнаружили две бочки объемом по 40 литров каждая. Внутри находилась жидкость с характерным запахом спирта. Хозяин пояснил, что ее привез из России для личных нужд. О том, что на спирте мужчина хотел заработать, умолчал. По факту реализации и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея специального разрешения, начат административный процесс. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спирта. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Жанна Минина благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Никита Береснев. Здравствуйте. На стадионе областного спорткомплекса «Бреский» завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Турнир стал девятым этапом Белорусской легкой атлетической лиги, участие в котором приняли практически все сильнейшие белорусские спортсмены, а также представители России. В третий день турнира были разыграны 12 комплектов наград. Победителями Кубка страны стали следующие легкоатлеты. На дистанции 3000 метров Сергей Кравченя и Карина Томашук. На 800 метров Илья Карнаухов и Ольга Немогай. На 400 метров с барьерами Егор Хавратович и Екатерина Беланович. На дистанции в 200 метров первенствовали Максим Грабаренко и Эльвира Герман. В тройном прыжке у женщин Виолетта Скворцова, а у мужчин Артем Гурин. В женской эстафете 4 на 400 метров лучшее время показали девушки из Минска. В этом же виде программы у мужчин сильнейшими также стали представители столицы. В общем, за счете Кубка Белоруссии по легкой атлетике победила команда Брестской области. Вторую сумму набрали спортсмены Могилевщины. Сборная Гродненской области заняла третье место. Открытый межгосударственный турнир по вольной борьбе памяти почетного гражданина Могилева и Героя Советского Союза Николая Королева пройдет в Могилеве 22-24 июля. Традиционные соревнования будут проходить на базе спортивного комплекса «Олимпийц». Участниками соревнований станут спортсмены из Белоруссии и стран СНГ. Возраст до 23 лет. Соревноваться молодые люди и девушки будут в 10 весовых категориях. Торжественное открытие запланировано на 23 июля в 12.00. Поединки будут проходить 23 и 24 июля с 10.30. В Брестской области продолжается международная шоссейная велогонка «Тур Белоруссии». На втором этапе веломногодневки спортсменов ожидала гонка с раздельным стартом на 40 километров. Быстрее всех с дистанции справился Гродненец Евгений Королек, показавший результат 49 минут 55 секунд. Второе место занял еще один представитель Гродненщины – Марк Гринкевич, который уступил победителю 19 секунд. Третье время дня показал Евгений Соболь из Брестской области. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.